МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Информационный обзор событий нашей рязанской жизни. Главные темы сегодня связаны с поиском пропавших людей, подробностями губернаторской пресс-конференции, заседанием городского парламента. Краткое представление за главных тем и приступим. И снова он рассказал обо всем в программе подробностей губернаторской пресс-конференции, в ходе которой Олегу Ковалеву пришлось отвечать на весьма острые вопросы. Наверх и с лесенкой в Рязани начались соревнования спасателей. Ищут давно, но не могут найти, продолжают с поиски мальчика, пропавшего в Рыбновском районе. Теперь подробно о сегодняшних новостях. Касимовская трагедия с перевернувшейся лодкой получила продолжение. Напомним, в минувшую субботу Казанка с пассажирами перевернулась на оке в районе совхоза «Маяк». Это недалеко от Елатьмы. В ней было шесть человек. Выплыть удалось лишь одному. Им оказался владелец лодки. Искали людей долго. И вот первое известие. Вчера обнаружено тело одного из пропавших. Это мужчина, 78-го года рождения. Страшная находка обнаружилась в 15 километрах от места трагедии. Также сегодня нам удалось узнать в линейном отделе МВД на водном транспорте, что в отношении хозяина Казанки возбуждено уголовное дело. А в Рыбновском районе ищут пропавшего 12-летнего мальчика Леонида Растенца. Он вышел из дома погулять и пропал. Вот что рассказывает его мать. Я говорю, тогда пойду погуляю. Я говорю, наденься, только потеплее. Он оделся и вышел на песочницу. Я посмотрела в окно, он сидел на песочнице. Я вот слазила в подпол за картошкой, когда вылезла. Посмотрела в окно, его не было. Ну и подумала, что он прогуливается вдоль улицы. Потом я поставила варить картофель. Вышел на улицу. На улице никого не было. Я его окликнула. Никто не отозвался. Полицейские предполагают, что Леня отошел далеко от дома и заблудился. Сейчас мальчика ищут рязанские кинологи, местные полицейские, спасатели и добровольцы. Параллельно отрабатываются и другие версии исчезновения Лени. В данном случае, если таковой находился на данной территории, наши служебные собаки, его бы определили и дали нам понять, что он здесь. Ну, как вы видите, сегодняшний день нам не принес никаких результатов пока. Ежедневно поисковые отряды прочёсывают местность по секторам. Исследуют заброшенные и разрушенные строения, овраги, кустарники, лесопосадки. Обращаюсь ко всем жителям города Рязани, Рязанской области. Приметы мальчика на вид 11-12 лет. Был одет. Зелёная куртка, тёмное трико, резиновые сапоги и шапочка тёмного цвета. Всем, кому что-либо известно по поводу местонахождения подростка, просим сообщить по телефону 02 или в ближайший пункт полиции. Вчера состоялось предварительное слушание по делу учредителей газеты «Вечерняя Рязань» Валерия Рюмина и депутата Ворсковского сельсовета Сергея Панина. Оба, как известно, обвиняются в крупном вымогательстве под угрозой публикации порочащих сведений. В ходе судебного заседания был рассмотрен вопрос о продлении срока содержания под стражей подсудимым. Выслушав мнение участников процесса, суд пришёл к выводу о необходимости продления срока содержания под стражей Рюмину, Панину на шесть месяцев, то есть до 28 сентября 2014 года. Предварительное слушание будет продолжено 12 мая 2014 года. Вчера рязанский губернатор Олег Ковалёв после отчёта перед областным парламентом дал большую пресс-конференцию. В ходе встречи с журналистами начальник региона ответил на многие вопросы, в том числе и неудобные для себя. Можно сказать, что пресс-конференция прошла в дружеской деловой обстановке. Губернатор ответил на все вопросы, интересовавшие рязанские СМИ. В первую очередь журналисты коснулись темы регулирования зарплат руководителей бюджетных организаций. По ряду бюджетных учреждений во всех отраслях буквально руководители тут же установили для себя неимоверные доплаты, которые сделали реальную заработную плату таковой, что разрывы увеличились, будем говорить так, в несколько раз между зарплатой обычного сотрудника и руководителя или его зама. Мы разработали модельное положение об оплате труда и рекомендовали всем бюджетным учреждениям принять эти модельные положения об оплате труда. Более того, мы ограничили численность заместителей по бюджетным учреждениям. Различные мощности, будем говорить так, в зависимости от того, вывели некие критерии и рекомендательно все это направили в бюджетные учреждения. Я думаю, что руководители среагируют на это и приведут в порядок. Но если кто-то не приведет в порядок вопрос, будем рассматривать в соответствии с занимаемой должностью. Также на встречу уделили внимание и теме благоустройства областного центра. Губернатор по этому поводу высказал свое мнение. По его словам, кнутом и пряникам эту работу не наладить. Служба благоустройства должна быть выстроена совершенно по-иному. Каждая группа людей, каждое звено, каждый человек должен знать, где, за что он отвечает и что он должен делать в тот или иной период времени года на этом участке. И каждый день должны подводиться итоги выполненного сзади. Каждый раз должны проходить объезды, обходы и осмотры. И каждый раз должны выдаваться замечания. То есть это должна быть системная работа. Должны быть механизированные отряды. Должно быть бюджетирование, соответствующее из муниципальных бюджетов. Без этого, сколько бы мы кнутом не стегали, значит, это будет компанейщина. Турлатовский полигон. Наша телекомпания, образно говоря, постоянно держит руку на его тревожном пульсе. Чтобы не упустить ни одного нюанса этой темы, Олег Ковалев обещал принять меры, чтобы полигон перестал, так сказать, ходить по рукам. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы не запрещать эти предприятия, а запретить функционирование самого этого полигона. Мы можем разрешить на нем только рекультивацию уже того, что там хранится. Потому что мы запрещали работу тех или иных фирм, которые хотели туда вывозить. А надо запретить работу полигона. Это более сложно, потому что в законодательстве есть масса там нюансов, которые надо учесть. Но стратегически мы сейчас будем бороться именно таким образом. Потому что иначе они как грибы растут после дождя, эти фирмочки и фирмы. По поручению губернатора была создана рабочая группа по разработке и принятию охранных зон в регионе. Разумеется, главным образом речь шла о есенинских местах. Задача определить и создать достопримечательное место, есенинский край, в который будут входить те места, которые так или иначе непосредственно связаны с Сергеем Есениным. И зарегулировать и запретить застройку именно там. Ну, понятно, что это в целом войдет в село Константиново. Это войдут ряд объектов, которые были связаны либо в его творчестве, прозвучали там каким-то образом, так и являются памятными для людей Рязанской области и так далее. Для этого ведется сейчас серьезная работа. Значит, мы ищем также юридические основания, правовые основания для того, чтобы сделать это так, чтобы потом нельзя было к этому придраться. Один из последних вопросов был связан с ситуацией в Украине. Рязань, как и большинство регионов, открыла свои двери для тех, кто решил кардинально изменить свою жизнь. По той информации, которую я располагаю, уже порядка 10 семей, переселенцев, они уже обустроились, получили работу и работают у нас на территории региона. Пока мы не ожидаем такого массового потока беженцев, значит, и как-то хочется верить, что там, на Украине они все-таки договорятся, и, значит, войны там не будет, не хочется этого всего. Хочется, чтобы они все-таки договорились. Вообще вопросов было еще много. На двухчасовая беседа и без того отняла много сил, как у журналистов, так и у губернатора. Тем не менее, все остались довольны, особенно пресса. Все-таки не каждый день удается в таком открытом формате пообщаться с главой региона. Еще про официоз, но важный для рязанцев. Сегодня прошло заседание Рязанской городской думы. Мудрые речи депутатов слушал наш парламентский корреспондент Глеб Галушкин. На сегодняшнем заседании Рязанской городской думы перед депутатами отчитывался ее председатель Андрей Кашаев. Это его первый отчет на посту главы города. В своем выступлении глава Рязани подробно говорил о результатах деятельности представительного органа за прошлый год, а также обозначил приоритеты работы на год текущий. Это благоустройство областного центра, поддержка общественных инициатив, а также повышение эффективности работы и авторитета Рязанской городской думы. Наказов избирателей, как вы знаете, было достаточно много. Поэтому идет планомерная поэтапная работа к тому, чтобы их исполнять. Работа и обращенность именно к жителям города, стороны депутатского корпуса, она ни у кого не вызывает сомнений. Еще одним важным событием нынешнего заседания стало утверждение депутатами 14 кандидатур в общественную палату города Рязани. Важно было очень тщательным образом подойти к отбору каждых из кандидатур, чтобы они представляли у нас не просто сам человек по себе, а чтобы, во-первых, он представлял группу людей очень уважаемую, серьезную, чтобы сам он был очень уважаемым человеком. Отметим, что сегодня был утвержден так называемый первоначальный состав общественной палаты Рязани. 14 его новых членов, утвержденных по представлению Гордумы и администрации. Предложат еще 7 кандидатур и таким образом сформируют окончательный состав общественной палаты. Сегодня в манеже областного управления МЧС начались соревнования по спасательному спорту. Это модификации пожарно-прикладного спорта с учетом спасательской специфики. В программе преодоление полосы препятствий, спасение пострадавших, в том числе и из-под завалов, ну и, конечно, знаменитый подъем по приставной лестнице на верхние этажи. Наблюдала за открытием турнира Оксана Тебенихина. Спасательный спорт – дело в нашей стране молодое. 17 команд участников готовились к Кубку МЧС тщательно, а на самих соревнованиях выкладывались по полной программе. В принципе, сильнейшие команды со всей России собраны по итогам 2013 года. Поэтому в ходе соревнований вы сможете увидеть выступления сильнейших спасателей, которые показывают силу, ловкость, выносливость. На каждом мероприятии устанавливаются рекорды. Значит, раз есть рекорды, это теория, знаете, развития олимпийского движения Кубертена. Когда есть 100 занимающихся, и 20 должны заниматься регулярно и постоянно, а 10 максимальным результатом должны быть готовы. Так же и здесь у нас каждый раз есть рекорды, соответственно, значит, есть прогресс. И, к сожалению, этот спорт пока еще очень молодой, действительно, и поэтому он только вот на территории Российской Федерации. В программе соревнований не простые, привычные нам обывателям дистанции нормативы, а настоящие полосы препятствий. А еще в графике спасение пострадавших, разбор условного завала, и все это на время, от которого в реальных условиях ЧП зависит жизнь людей. Подведение итогов, награждения и официальная церемония закрытия соревнований пройдет уже завтра. И возвращаясь к сегодняшнему заседанию городской думы, становится традицией участия в нашем проекте подробности главы муниципалитета Андрея Кашаева. Сегодня он вновь у нас в студии с подробностями о думских планах по улучшению рязанской жизни. А наша программа подошла к концу. Увидимся в эфире завтра в аналитической версии проекта «Время говорить. Итоги недели». До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА